Мы не несём ответственности за ваши действия. Мы не пропагандируем употребление анаболических стероидов и других фармакологических средств. Данное видео снято в ознакомительных целях. Мы против употребления анаболических стероидов, и наша цель – предупредить вас об этом. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о тестостерон-пропионате. Я затронул все анализы, влияющие не только на непосредственно результат от тестостерона, роста мышечной массы. В первую очередь, влияющие на ваше здоровье. В первую очередь, это будет касаться именно тех анализов, которые вы должны сдать перед употреблением тестостерон-пропионата. Понять не только, чтобы понять, как он будет работать на вас. Будет больше эстрогена, мало эстрогена, условно, ещё каких-то побочных эффектов. Но в первую очередь, понять, допустим, есть ли у вас сейчас риски артеросклероза, каких-то других любых заболеваний, которые может отрастить тестостерон-пропионат, обострить наше состояние. Может быть, сейчас вы ещё не чувствуете, заболевание проходит до клиники, субклинический, и когда вы начнёте принимать пропионат, он обострит это состояние. Как это понять? Вот сегодня мы будем разговаривать об этом. Как всегда, мы будем очень много говорить об анализах. Также мы затронем тему генетики, потому что от определённых генов, в будущем, смотрите, это будет в видеоролике, зависит, как будет нарастать тестостерон. Это будет небольшое количество тестостерона у вас, да, ароматизироваться, превращаться, соответственно, в эстроген, или, соответственно, у вас будет очень большое количество эстрогенов. На это влияет генетика. И сегодня мы с вами поговорим немножечко и также затронем тему о генетике. В общем, надеюсь, выпуск получится очень интересным. Так что заваривайте чаёчек, стругайте огурчики, а мы начинаем. Все персонажи, используемые на канале, вымышлены. Блог создан исключительно в развлекательных целях. Видео снято не для просмотра на территории Российской Федерации. Любые совпадения с реальными личностями случайны. Поведение персонажей в блоге не является мнением автора, а только художественно отображает тот или иной персонаж. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok За то, что ты освободил меня от злого колдуна эстрогена, я дарую тебе масло Вальхал. Только качественное масло и другие спортивные добавки в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании видео. Итак, дорогие друзья, начнем со снов. Мы откроем Видаля и прочитаем инструкцию тестостерон пропианату. Буду разжевывать каждое слово. Будет много философии. Готовьтесь. Гормон мужских половых желез логично вырабатывается. У нас гормон тестостерон в яичках. Владает андрогенной активностью. Это говорит о том, что, соответственно, по мужскому признаку вы будете развиваться, если простыми словами. Способствует формированию половых органов и развитию вторичных половых признаков у мужчин. Ну, в общем-то, тут вот это и объясняется. При гипогонадодизме, дорогие друзья, у меня по гонадодизму был, соответственно, отдельный выпуск. Есть первичный и вторичный гипогонадодизм. Кому интересно, переходите. Ссылочка, думаю, будет в конце или в описании видеоролика, или на канале. Можете поискать очень интересный выпуск. Мы прямо читали учебник. Продолжим, соответственно. При гипогонадодизме различные теологии экзогенный тестостерон восстанавливают дефицит эндогенного гормона. Ну, эндогенного, тот, который у нас вырабатывается, имеется в виду внутри нас яичками. Соответственно, мы его меняем на экзогенный, тот, который извне уводится. Делается это на то время, пока мы, соответственно, по идее, не восстановим человеку выработку собственного тестостерона, не выясним причины и так далее. Там что-то нерешим или пожизненно, если мы поняли, что мы не в силах восстановить выработку собственного тестостерона. Это при гипогонадодизме. Тут нам пишут самое интересное. Тестостерон оказывает анаболическое действие. Двуиточие. Стимулирует синтез белка в организме. Ускоряет кальцификацию костей. Кстати, по поводу синтеза белка в организме. Были какие-то споры одно время на этот счет. Как бы там типа не стимулирует синтез белка, стимулирует синтез белка. Вот вам официальная инструкция, что тестостерон стимулирует синтез белка в организме. В общем-то, эта строчка, она повторяется в любом учебнике. От внутренних болезней до любого справочника по эндокринологии. Поэтому он действительно синтезирует, стимулирует синтез белка. Тут вопросов никаких нет. Вызывает задержку в организме азота, калия, кальция, серы, фосфатов, а также натрия, хлора, воды. Что нам интересно здесь? Какие пункты? Большую часть из этого даже неплохо, что у вас будет азот и так далее в организме больше. Но вот натрий – это повышенные риски гипертонии. Поэтому на самом деле многим своим пациентам я рекомендую задавать натрий. Те, кто гипертоники, конечно, или склоны гипертонии, или если есть семейный анамнез, отягощенный в виде гипертоников, конечно, я рекомендую делать это на регулярной основе каждый месяц и регулировать натрий. Потом задержка жидкости. Обратите внимание, да, раньше считалось качками, что если мы там колем, соответственно, пропионат, задержка жидкости минимальна, но инструкция нам подчеркивает, что будет задержка жидкости идти. В том числе и из-за того, что будет, соответственно, ароматизация, о которой мы поговорим дальше в нашем видео. Ну и в целом тестостерон сам по себе задерживает жидкость межклеточную. Это надо иметь в виду. Тем же гипертоникам это может быть интересно. То есть помимо того, что если вы неправильно рассчитали дозировку тестостерона, неверно вводили, слишком много вводили, просто у вас выраженный побочный эффект, имейте в виду, что это не просто визуально плохо, это плохо и для сердечно-сосудистой системы. Вот это вот типа подзалиться водичкой, это хорошо, для массы полезно. Ну, разве что визуально вы распухните, но это будет эффект аквариума. Ни к чему хорошему это не ведет. И нужно обязательно помнить, что тестостерон пропионат, вот, пожалуйста, вам инструкция, задерживает жидкость, соответственно, и с помощью того, что он натрий задерживает, и, соответственно, сам по себе так срабатывает, и арматаза есть. То есть это не препарат, опять же, многие, как считают, что тестостерон пропионат не обладает конверцией в эстроген. Обладает, дорогие друзья, мы это все на анализах видим. И огромное количество ввиду людей, кто приносит анализы. И у всех рано или поздно повышается арматаза. Она может не повышаться, а арматизация в, соответственно, эстроген только в одном случае. Если у вас, наоборот, гипоэстрогеномия на фоне мутации генов изменений и так далее, и у вас просто, соответственно, изначально эстрадиола было мало, или у некоторых критически нету совсем, тогда развивается остеопороз и так далее. Но тем отдельно. Также, дорогие друзья, нам пишут, что стимулирует эритропоэз, то есть кроветворение стимулирует. С этим связано несколько эффектов. При употреблении тестостерона и его каких-то производных препаратов на определенном этапе, тоже в зависимости от генетической детерминированности, у вас может возникнуть гиперэлитроцитоз. И вот уже я сломал язык и неоднократно проговариваю, что гиперэлитроцитоз повышает гематокрит. Но это не гиперкоагуляция, не равно гиперкоагуляция. Для тех, кто не знает, гиперкоагуляция – это когда кровь густеет, говорят. Показатели крови густеют. Чтобы понять, почему у вас, допустим, на курсе тестостерона возникло повышенное давление, вам нужно, соответственно, в том числе и сдать каулограмму. Такой вот анализ. Сейчас мы не будем на ней заострять внимание. Кому нужно, вы можете зайти и просто забить в Яндекс каулограмму. У вас выйдет этот анализ, из чего он состоит. Надеюсь, будет у меня время. Я сделаю отдельный выпуск по коагуляции крови. Это отдельная широкая тема. Так вот, самое главное, что нужно запомнить. Вы сдаёте каулограмму и видите, там изменения либо нет, либо они незначительны. Небольшой рост каулограммы. А рост элитроцитов значительный. Тогда вам не нужно, вам вообще, в принципе, по сути, никогда не нужно сливать кровь. То есть, это изобретение исключительно кочков. Первое. Если гиперэлитроцитоз, это говорит о том, что вам нужно на какое-то время сделать так называемый мост. То есть, либо снизить дозировку тестостерона, либо убрать препараты вспомогательные. Может быть, у вас, кроме пропионата, что-то ещё есть. Либо, соответственно, на какое-то время совсем отказаться, проколоть гонадотропные средства и так далее. В общем, сделать какой-то небольшой перерыв для, соответственно, нормализации реологии крови. И только-только, если у вас прям, соответственно, это стойкий гиперэлитроцитоз, нарастающий, и по какой-то причине, соответственно, невозможна отмена тестостерона, она невозможна в двух случаях. Если это супервыступающий спортсмен, которому ему прям очень надо где-то выступить. Если это человек, у которого, соответственно, ну, не знаю, по каким-то жёстким медицинским показаниям, ему вот прям здесь, сейчас надо жахать тестостерон. Если это... Хотя, ну, сложно это представить, потому что, допустим, можно даже там тестостерон-пропионат поменять на тот же андрогель и дождаться нормализации элитроцитов. Андрогель уже так не будет, соответственно, растить элитроцитов. Вот. Опять же, это зависит от генетики, насколько и сопутствующих заболеваний, насколько ярко у нас проявляется, соответственно, гиперэлитроцитоз. Он может проявиться очень выраженно. Вот только недавно у меня был такой случай на фоне длительной железодефицитной анемии. Поэтому на входе на курс надо убедиться, что у вас вообще нет дефицита. Это большой список, на самом деле, анализов нужно сдать. Мы в других видео говорили о списке анализов. Сегодня тоже это будем затрагивать. Но смысл такой, что если у вас, соответственно, железодефицитная анемия, организм может пытаться наращивать количество элитроцитов. А тут мы его ещё подстёгиваем экзогеном-тестостероном. И вот, пожалуйста, стимулируем, соответственно, увеличение элитроцитов. В некоторых случаях воспалительные процессы могут тому же способствовать. Поэтому если гиперэлитроцитоз уже был, мы должны, соответственно, на входе решить проблему, понять причины гиперэлитроцитоза, которые уже есть до курса, чтобы на курсе вам не пришлось бегать, посыпать голову пеплом и думать, что же это такое случилось. Далее нам пишут, что у женщин тестостерон вызывает угнетение гонадотропной функции гипофиза. Ну, в общем-то, здесь по классике. Функции яичников, молочных желёз, атрофию эндометрия. Про функции яичников и молочных желёз, соответственно, они работают на эстрогении в основном. Да, здесь эффект антагониста, и тоже здесь эффект антагониста идёт по поводу прогестерона. И поэтому, соответственно, атрофия эндометрия. Как это выглядит? На начальном курсе с девочками мы ничего не делаем, дорогие друзья. То есть мы наблюдаем их анализы. И когда у них начинает вываливаться, сначала, как правило, прогестерон, потом эстроген, мы даём эти гормоны им отдельно. И если эстрадиол, не обязательно у девочки вывалится. Причём здесь надо смотреть по клиническим признакам. Там не всегда всё заключается. Вот непосредственно анализы на эстроген. Бывает доставка эстрогена тормозится, допустим, именно в молочные железы. Начинает, все видели, девочек на сушке, вспомните. Пропадает грудь, а потом, когда грудь возвращается у девочки после сушки, она такая, как эффект мешочка имеет. И восстановить такую грудь уже невозможно. Это уши спаниэля, так называемые. Чтобы ушей спаниэля не было, соответственно, на курсе, соответственно, тестостерона, нужно просто использовать небольшое количество эстрогена в геле. И всё будет, соответственно, прекрасно, с молочными железами. То же самое. Трофин-дометрия – это риск эндрометриоза. Поэтому, конечно, мы за этим должны следить. И как только прогестерон у нас совсем начинает падать, мы его должны экзогенно вводить. Опять же, соответственно, падение прогестерона – это нарушение менструации. Но это не есть хорошо. И вот когда, соответственно, прогестерон упал, именно после этого у женщин будет начинаться проблема с функцией яичников. То есть здесь как бы наоборот порядок. Не как в инструкции. А сначала отрофин-дометрия, потеря прогестерона. Потом уже я бы сказал всё остальное. Более выраженно пойдёт. Так что так, дорогие друзья, напишите мне, девушки, есть ли, соответственно, кто меня смотрит из девчонок, кто пробовал анаболические стероиды, кто использует периодически. Этой информации мало. Я вижу вас, что вы смотрите женские выпуски про использование анаболических стероидов, но не вижу комментариев от девушек. Девушки, я очень на вас надеюсь, на вашу обратную связь. Или, может быть, тренера напишут, кто ведёт девчонок на курсе. Это всё безумно интересно. Также, соответственно, я скажу, что у нас будет отдельная беседа в конце с девушкой, которая интересуется гормонозаместительной терапией. Поэтому этот выпуск для слабого пола я не оставлю без внимания. Мы будем, думаю, что много говорить и о применении экзогенного тестостерона у женщин вообще в целом на моём канале. Поэтому смотрите выпуски, никого не обделим внимания. Ну, а мы едем дальше. Дорогие друзья, дело в том, что на той, как будет работать тестостерон-пропионат, также и другие виды тестостерона, но так как мы сегодня говорим про тестостерон-пропионат, есть ещё одна особенность, что препарат короткий, и побочные некие эффекты, которые он может давать, они тоже проявляются иногда быстрее. И, соответственно, это же касается превращения тестостерона и активности эстрадиола, превращения его в эстрадиол. И то, насколько у вас активно проявляется этот эстрадиол, это зависит от генетики, генетических анализов. Самый популярный генетический анализ – это ген альфа-рецептора ESR1 и менее популярный, соответственно, можно ещё сделать анализ на PUP19A1. Ну, может быть, я так с английскими буковками немножко неправильно произношу, но текст появится сейчас на экране, кодируются они именно так. И, соответственно, смысл какой? От этого будет зависеть, насколько у вас будет проходить конверция в эстроген. В общем-то, вы можете, конечно, этот анализ и не сдавать, но тут самое главное – понимать вот что. Что много у нас эстрадиола от тестостерона пропионата или мало у нас эстрадиола от тестостерона пропионата зависит по большей части именно от того, насколько у нас, соответственно, наша генетика активна, да, насколько она активно работает с эстрогеном. Вот, также сейчас мы посмотрим, что есть на ПАПМЕДе из этого эстрогенов, да, информация об эстрогене и тестостероне экзогенном. Мужской пол представляет собой один из основных факторов риска тяжелого исхода COVID-19. Однако основные механизмы, которые опосредуют исход заболевания в зависимости от пола, пока неизвестны. Здесь мы идентифицируем ген CEP19A1, кодирующий фермент, метаболизирующий тестостерон, в эстрадиол. CEP19A1, также известный как ароматаза, как фактор хозяина, который способствует ухудшению исхода заболевания у мужчин, инфицированных COVID-19. Мы проанализировали данные секвенирования экзома, полученные от человеческой когорты COVID-19, используя подход машинного обучения и выявили мутацию, повышающую активность CEP19A1, которая связана с развитием тяжелого заболевания у мужчин, но не у женщин. Мы дополнительно проанализировали данные аутопсии легких человека и обнаружили повышенную экспрессию CEP19A1 в легких на момент смерти у мужчин по сравнению с женщинами. На модели Golden Hamster мы показываем, что инфекция SARS-CoV-2 вызывает повышенную экспрессию CEP19A1 в легких, что связано с нарушением регуляции уровня половых гормонов в плазме крови и долгосрочным снижением функций легких у мужчин, но не у женщин. Лечение хомяков, инфицированных COVID-19, клинически одобренным ингибитором CEP19A1, литрозолом, улучшает нарушенную функцию легких и способствует восстановлению дисбаланса половых гормонов, особенно у самцов. Наше исследование идентифицировало CEP19A1 как фактор, влияющий на исход заболевания COVID-19 у мужчин в зависимости от пола. Кроме того, ингибирование CEP19A1 клинически одобренным препаратом литрозолом может обеспечить новую терапевтическую стратегию для индивидуального ведения пациентов и лечения. В общем-то, что хочется здесь сказать, на самом деле, дорогие друзья, что у женщин, что у мужчин повышенное количество эстрогенов. Это не только проблемы с COVID-19, которые недавно обнаружили, или эстетическая сторона, как вы видите на фотографии. Это, конечно же, повышенные онкологические риски. Поэтому эстрогена не должно быть много и длительно. Не важно. Девочка – это мальчик. Для всех есть свои референсы. Давить эстроген в ноль не нужно. Это риски остеопороза, в первую очередь, и вообще проблемы с костями и так далее. Для нас важно понять, что ни один советчик в спортзале, там, будь то это тренер, я не знаю, какой-то другой специалист не сможет предсказать, допустим, двум, трем людям одинаковое количество его эстрогена на курсе тестостерона. Вот у каждого человека это будет свое количество. У кого-то приемлемое, у кого-то категорически неприемлемое. И воздействие, соответственно, препаратов, ингибиторов арматазы, оно тоже действует на всех людей категорически по-разному. Поэтому, когда вам тренер в спортзале говорит, что возьми вот этот препарат, значит, там, допустим, тестостерон пропионат, он не влияет на эстрадиол никак. У тебя не будет с него повышаться эстрадиол, потому что я его пробовал, у меня не повышается эстрадиол. Это личный путь эмпирический данного тренера. Он не связан никак с медициной, соответственно, этот путь – это просто опыт этого человека. На вас этот препарат может работать совершенно, совершенно по-другому, чем нежели, соответственно, на данного тренера или советчика, просто качка в спортзале. Поэтому, дорогие друзья, будьте осторожны и не запускайте ваше состояние с эстрадиолом. Но в целом, это выпуск для людей, которые хотят узнать глубоко, но новички, я думаю, что все, кто давно в теме, они знают, и первый анализ, который вам назовет качок, как правило, это анализ на пролактин и эстрадиол. Это уже у всех как оскомину набило. Но теперь вы знаете немножко глубже, и, может быть, напишите мне, зрители моего канала, может быть, у вас есть повышенная конверция в эстрогены, и как вы с этим боретесь. Дорогие друзья, я знаю очень многие люди, они боятся тестостерона экзогенов, потому что думают, что он вызывает, соответственно, онкологию, или думают, что им нужно сдать какие-то онкомаркеры. На самом деле, ну, во-первых, онкомаркеры сдавать непоказательно, потому что они срабатывают только при наличии активных уже новообразований, допустим, то есть превентивно выявить какую-то предрасположенность к онкологии, ну, там генетические анализы другие нужно сдавать, но сегодня мы не про онкологию, а про тестостерон. И суть вот в чем. Огромное количество онкологических событий лечится тестостероном. И чаще всего, конечно, тем более, если у вас нет здесь сейчас активной онкологии, онкологию он вызвать не может. Но из-за того, что мы говорили, если мы будем гасить, соответственно, эстрадиол, да, и, соответственно, вводить тестостерон, у нас тестостерон будет активней, будет срабатывать как антагонист. Допустим, эстрадиол мы загасим там тем же литрозолом, если хотите, или армазином. И таким образом у вас еще и получится все-таки, на мой взгляд, соответственно, профилактика именно онкологических событий. Поэтому здесь, вот здесь это не то, чего следует бояться. Далее мы поговорим с вами о том, чего следует бояться и какие анализы сдавать. А сейчас, кому интересно, послушайте, очень интересные выводы сделали, вот, соответственно, со стволовыми клетками и тестостероном на ПАПМЕДЕ, официальный сайт американский по исследованиям. Слушаем. Справочная информация. В различных исследованиях сообщалось о влиянии тестостерона на различные типы клеток. Однако, клеточные реакции мезенхимальных стволовых клеток костного мозга на тестостерон остаются неизвестными. Цели Исследовать влияние тестостерона пропионата маслорастворимой формы тестостерона короткого действия на пролиферацию и жизнеспособность мезенхимальных стволовых клеток костного мозга человека после 24 часов инкубации. Мы также исследовали влияние тестостерона пропионата на поляризацию мезенхимальных стволовых клеток костного мозга и цитотоксичность в отношении линии лейкозных клеток КАПИ-562. Результаты. Тестостерон-пропионат способствовал пролиферации и поддерживал жизнеспособность мезенхимальных стволовых клеток костного мозга при концентрации 10-8 мА. Дальнейшие оценки были проведены с определенной дозой. Результаты показали, что помимо стимулирования поляризации мезенхимальных стволовых клеток и повышения их цитотоксичности в отношении клеток КАПИ-562, тестостерон-пропионат не изменял способность к дифференцировке мезенхимальных стволовых клеток костного мозга и определенных маркеров клеточной поверхности, но приводил к значительному увеличению экспрессии HLA-DR. Заключение. Полученные данные показывают, что тестостерон-пропионат способствует пролиферации и выживанию мезенхимальных стволовых клеток костного мозга дозозависимым образом, не снижая их способности к дифференцировке, индуцирует их поляризацию до провоспалительного фенотипа и увеличивает их цитотоксичность в отношении клеточной линии КАПИ-562. Я тут так посмотрел, наверное, надо вам кое-что расшифровать, для некоторых, может быть, будет непонятно. Короче говоря, клеток стало в заключении больше, есть провоспалительный эффект, то есть у нас воспалительный эффект снижается за счет употребления тестостерона в пропионата здесь. То есть все стало хорошо. Также, кому интересно, я ссылочки все оставлю. Вы можете в каждом слове отдельно, в думчиво прочитать, разобраться. Здесь именно описывается позитивный эффект, для тех, кто не понял. Итак, дорогие друзья, выпуск немножко затягивается. Не буду вас больше грузить сложными исследованиями. Сейчас вот что я хотел сделать. Конечно же, вам всем интересно, какие анализы нужно сдавать, какая среднестатистическая дозировка тестостерона. И сейчас мы все с вами обсудим. Дозировка будет в конце. Кому интересно, сколько колоть? Сколько колоть? Вот. Ну, в общем, дозировка не самое главное. Я вам скажу, самое главное – это узнать, что с вашим организмом. Поэтому мы так много сдаем на входе. Нам нужно уже на входе понять, какие есть проблемы и не обострит ли эти проблемы прием тестостерона. Или, допустим, некоторые проблемы могут как минимум снивелировать эффект тестостерона. Один из базовых анализов, которых я назначаю, это индекс HOMO-IR. По-другому можно сказать, что это просто инсулин и глюкоза, их соемноотношения. В чем суть? Если у вас есть инсулинорезистентность, диабет, преддиабет и так далее, то прием тестостерона будет плохо работать. По какой причине, соответственно? По причине того, что, скорее всего, у вас увеличится аппетит, или вы специально увеличите колораж, если вы там еще и массу решили набирать, или даже если вы худеете, вы просто не увидите этот эффект от похудения. И, соответственно, все это будет сводить на нет эффекта от тестостерона. Вообще, инсулинорезистентность, если очень коротко, она мешает в целом метаболизму. К тому же, инсулинорезистентность, это уже доказано. Кому интересно, я снимал отдельно видео, приводил вам исследования. Ищите на канале об инсулинорезистентности. Это всегда повышенные риски артеросклероза, это всегда рост плохого холестерина. Дело в том, что, когда мы используем экзоген и тестостерон, он тоже увеличивает плохой холестерин. И таким образом, если у вас есть диабет или преддиабет, и это уже достаточно значимый риск в плане получения плохого холестерина, и вы тут еще накидываете экзоген и тестостерон. Ну, соответственно, добро пожаловать и здравствуйте, артеросклероз. Поэтому, чтобы этого не делать, мы сдаем и холестерин, панель, липопротеидов высокой и низкой плотности, триглицериды, холестерин общий, они там внизу, и сдаем то, что наверху, индекс хомо-ар. Что нам это дает? Вот если мы даже на курсе начнем лечить диабет или преддиабет, инсулинорезистентность, на курсе начнем лечить это все дело, то тестостерон, я уже говорил, что он использовался в лечении диабета, и, соответственно, вместе с гипогликолитическими препаратами он срабатывает еще лучше, и вы получаете еще больше профита с этого. Поэтому, конечно, для человека, который на курсе даже выйдет с инсулинорезистентности и почувствует, что это такое жить без инсулинорезистентности, для него это будет, конечно, двойной вау-эффект. Ну, ТТГ, Т3, Т4 свободные, будет очень неловко и неприятно, если мы посадим человека на курс тестостерона, у него проблемы с щитовидной железой. Поэтому, чтобы не было так «ай», и не заниматься какими-то другими вопросами, потом, посыпая голову пеплом, мы должны, соответственно, четко понимать, что у нас нет проблем с щитовидной железой. Если они есть, мы просто должны их решить, должны их учитывать. Опять же, здесь каких-то таких проблем в плане того, что «ой, если у нас нарушение щитовидной железы, никогда там нельзя использовать экзогенный тестостерон», ну, тоже такого нет, но мы должны всегда учитывать, насколько эти проблемы выражены. Вот, сделать, может быть, если эти проблемы есть, сделать свежие УЗИ, исключить онкологические риски, связанные с щитовидной железой, что человеку не нужна помощь какая-то срочная, да, и, соответственно, если там какая-то мелочь, а вот иммунный тиреидит и так далее, здесь как бы, ну, если все скомпенсировано, все работает хорошо, здесь проблем не будет. Если гипотиреоз, обязательно устранить гипотиреоз, потому что прием экзогенного тестостерона гипотиреоз может усложнить, потому что может упасть селен и йод в моче. Поэтому у кого гипотиреоз, обязательно дополнительно сдавать селен и йод в моче. Вообще в списке я его не написал. Эстрадиол, пролактин. Классика про эстрадиол мы уже проговорили. Пролактин в других своих видео я уже говорил, что, во-первых, может быть гиперпролактиномия на фоне аденомы гипофиза, которую тоже никто ничего не проверяет, никогда пролактин. Вот, потом есть у нас личности, кто, соответственно, вот с небольшой пролактиномой или просто какая-то генетическая детерминированность, пациент не обследован, мы не знаем. Вот почему-то у него пролактин фонин. Бывает очень высокий инсулин, и вот вместе с ним, соответственно, накидывается очень высокий пролактин. Такие исследования тоже были. Если мы вводим тестостерон, к сожалению, у некоторых пациентов это вызывает рост пролактина, даже просто чистый тестостерон, которые имеют свои особенности. В виде метаболического синдрома, соответственно, аденомы гипофиза, чего-то еще, поэтому здесь это надо исключить или как минимум нивелировать гиперпролактинами. Тестостерон общий, лютонизирующий ЛГЭ и фолликулостимулирующий ФСГЭ сдается в первую очередь для того, чтобы понять, какие вы на входе, какие вы как пациенты пришли, да, и что делать дальше с этим. В чем смысл? Если у вас низкий ЛГФСГ и тестостерон общий, ну, здесь надо подумать, почему. Я бы даже, может быть, попробовал пролечить это состояние, вам пожить какое-то время на собственном тестостероне. Может быть, вам тоже так понравится. Может быть, вы решили курсить, потому что у вас просто упал собственный тестостерон, да, ЛГФСГ, собственно, низкая, и на этом фоне у вас, конечно, ну, как бы все плохо. А вы сейчас пролечитесь, и будет все хорошо, и не нужен вам никакой тестостерон пропионат. Поэтому, чтобы это взвесить, нужно, конечно, подумать. Опять же, чтобы не усугубить ситуацию, чтобы не отправить вас на пожизненный курс, может быть, у вас уже на этом фоне атрофия яичек длительных появилась, да. Это дело тоже нужно исследовать, и, как я говорил, попытаться восстановить ЛГФСГ-тестостерон общий, вот пожить так какое-то время, устранить атрофию яичек, потому что дальше атрофия яичек в незначительном количестве пойдет от приема экзогенового тестостерона. Вот, в общем, вот эту проблему тогда прорешать, если у вас тестостерон общий, ЛГФСГ низкий. Вот все, мы поняли, что мы это восстановили, что все у вас живое, так скажем, да. И дальше мы можем использовать экзогенный тестостерон. Не очень хорошая идея, если на низком, конкретно вот на заниженных прям в ноль цифрах ЛГФСГ, особенно тестостерон общий, когда тоже низкий, и вы еще, соответственно, делаете курс. Потом из этого курса будет очень сложно выходить, даже если курс будет короткий. Кстати говоря, о длине курса. Длина курса не нивелирует негативные воздействия в плане угнетения элитонизирующего, фолликулостимулирующего гормона. Что вы два месяца прокурсите, у вас будет низкий ЛГФСГ, что четыре месяца прокурсите, будет низкий ЛГФСГ. И это просто самообман. Поэтому не бывает, тут не может быть вот по времени чуть-чуть. Достаточно месяц курсануть, у вас уже достаточно сильно падает. ЛГФСГ вообще наносит вред организму, как бы поэтому здесь без анализов, без грамотного подхода, взвешенного с мониторингом, все это не очень хорошо делать. Кальциоинизированный натрий. Про натрий я уже говорил. То есть это в первую очередь риск, соответственно, гипертонический. Кальциоинизированный, дорогие друзья, реабсорбция кальция, это стерон увеличивает. Соответственно, это тоже у нас видно из инструкции. И, соответственно, что нам надо понимать? Кальций, если он закончится, потому что его реабсорбция была увеличена в какой-то момент. Если мы дефицитные по кальцию, ему просто некуда будет. Склада кальция условно нет. Он должен кальций где-то взять, запихнуть его в клетку, отправить на метаболические нужды дальше. Конечно, да, не будем углубляться все эти процессы при абсорбции кальция. Короче говоря, стерон реализует множество, множество разных, соответственно, микроэлементов, белков и так далее, аминокислот, что хотите. И получается, что если одни из важных микроэлементов, такие как кальция, отсутствуют, ну, это может привести к проблемам. Поэтому нужно понимать, есть ли кальций в каком количестве. То же самое D3. Чтобы весь этот механизм нормально работал, соответственно, вам нужен и D3 в нормальном количестве. Потому что, опять же, если вы будете в дефиците, у вас будут многие-многие проблемы, начиная от повышения пара от гормона, да, и риска нарушения пара щитовидной железы, и заканчивая элементарно тем, что, возможно, проблемы с костями, со связками. Те, кто занимается, там, повышенная нагрузка, да, если это силовые нагрузки, на ваши связки. Поэтому D3 и кальций ионизированные – это база, это нужно сдавать. Не каждый месяц, но на входе, как минимум, смотреть нужно. Ну, потом каулограмму я вам здесь написал списочек, да, и протрамбин по квику, и мно, и фибриноген. И АЧТВ, и ДДИМР, в общем, все-все-все сдаем. Значит, по кулограмме мы проговаривали, это то, что вот про свертываемость крови, условно, кровь густая, не густая, соответственно. Ну, так если народным языком выражаться. Нетипичная это на хеликобактер 2 анализа и хромоспектрометрия по Осипову. Соответственно, дорогие друзья, будет очень смешно, если вы сядете на курс, купите себе какой-нибудь полноценный курс на 3-4 месяца, потратите деньги, сдадите даже какое-то количество анализов, будете лечиться, пить прочее, и не наберете мышечную массу. Хотя, ну, наверное, большинство моих пользователей, да, моего канала, они преследуют цели именно в мышечной массе. Да и вообще речь о здоровье. Почему будет смешно и почему не наберете мышечную массу? Потому что, что бактери Хиллари, что хромоспектрометрия по Осипову, она показывает грибы, бактерии, вирусы. Ну, бактери Хиллари сама является бактерией, да. Все это может вызывать воспаление кишечника, скрытые, да. И нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Ну, и получается, что белки хуже просто усваиваются. И вот эта вот проблема, да, когда там качки иногда говорят, что-то там нужно от фарма отдохнуть, нет эффекта от фармы, еще что-то. Они что-то там отдыхают, что-то там мучаются. А дело в том, что если особенно очень сильно грузиться пищей и набирать мышечную массу, так или иначе количество бактерий в кишечнике начинает расти. Ну, это просто логично. Для них больше пищи. Поэтому, дорогие друзья, надо просто периодически их отслеживать, мониторить и пролечивать это состояние. Тут, как говорится, проблем никаких. Мониторьте, работайте с этим. Это научно известный, очевидный и доказанный факт. И если хромоспектрометрия по Осипову – это такие менее яркие бактерии, то бактерий хиллори, если у вас разрастется, это эрозия и язвы. И это уже как бы не новинка, это старое старье, все об этом знают. Единственное, все почему-то думают, что бактерий хиллори до сих пор лечится антибиотиками. Это не так. Вообще, любые виды синдрома избыточного бактериального роста теперь не лечатся антибиотиками. У нас полно антибактериальных препаратов специализированных. Никто уже так не делает. Ферритин железосыворочный. Как я уже говорил, если у вас анемия, может быть, проблемы с гиперэлитроцитозом или другие какие-то проблемы. И расти вы будете плохо, и себя чувствовать будете плохо. Поэтому ферритин железосыворочный сдавайте хотя бы на входе. Ну и там где-нибудь через 2 месяца тоже сдать, если уж вы сильно деньги экономите. Прогестерон – еще одна тема, которая обусловлена генетической детерминированностью. Наверное, я бы сказал так, 35% людей, которые ко мне обращаются, у них генетически завышен прогестерон. Высокий прогестерон срабатывает похожим образом в мужском организме, как, соответственно, эстрогенные. И в том числе именно прогестерон ведет к инсулинорезистентности и набору подкожно-жавой клетчатки. Вот многие люди думают, что эстроген прям сильно у мужчин заставляет расти подкожно-жавую клетчатку. Но эстроген не так это сильно делает, как прогестерон. Прогестерон делает катастрофический. Ну, липопротеиды высокой и низкой плотности триглицериды, холестерин общий, я вам говорил. Экзогенный эстроген всегда растит, плохой холестерин. Миряйте, нужно бороться с этим. Есть препараты последнего поколения, соответственно, среди них самое последнее – это репата. Поэтому не нужно, есть и другие, но это отдельная тема выпуска требует. Ну, в общем, суть такая, что не нужно использовать статины. Это не очень хорошо. Статины мы назначаем в самых крайних случаях, когда уже есть какие-то риски артеросклеротические выраженные. Аллатасат билирубин. Ну, надо посмотреть, как ваша печень, потому что, как мы уже в предыдущем выпуске, про печень, когда читали учебники патологии, помните эту цитату, что анаболические стероиды конкурируют за выброс в печень с билирубином. Точнее, за выброс в желчь билирубин конкурирует с анаболическими стероидами, с тестостероном в частности. Поэтому, чтобы, соответственно, у нас этой конкуренции условно не было, нам нужно увеличивать желчь. А ток – это отдельная тема, и вот как бы между печенью и ЖКТ такая. И если, конечно, у нас еще плюсом к этому какие-то проблемы с печенью возникают, обязательно до курса нужно все проблемы с печенью решить. Кому интересно, Андрей Шокин, чемпион мира по бодибилдингу, был в гостях на моем канале и рассказывал, как печень ему мешала в свое время тренироваться, достигать успехов и так далее. Печень – это очень-очень важно, дорогие друзья. Дегидротестерон по сообществободный. Это, в первую очередь, здоровье вашей простаты. Но и, опять же, повышенный дегидротестерон может ранее аллопецией обернуться. Поэтому мы стараемся отслеживать эти показатели. И в случае, опять же, их повышения, их можно нивелировать, потом заходить на курс. В общем-то, все, что здесь расписано, можно нивелировать, потом пробовать заходить на курс. Очень редко какие-то категорические показания для тех, кто прямо очень-очень хочет. Но, опять же, для тех, кто сомневается, я всегда говорю, попробуйте, соответственно, повысить максимально ваш тестостерон любыми доступными средствами. В первую очередь, от нормализации собственного организма, гомеостаза. А потом уже думайте, нужен ли вам курс. Вот. Вот примерно так, дорогие друзья. Такие измышления. Такой минимальный список анализов. Опять же, его при желании можно расширить. Можно сделать полный скрининг. В частности, я бы еще сюда добавил УЗИ брюшной полости, как минимум. Можно добавить УЗИ щитовидной железы. Было бы неплохо. Вот, в общем-то, вот так, дорогие друзья. И сейчас мы обсудим применение, соответственно, тестостерон пропионата у женщин. Сереж, скажи, а какая у меня должна быть мотивация, чтобы использовать тестостерон? Ну, на самом деле, мотивации может быть две. Это здоровье. Соответственно, когда мы подтвердили на уровне анализов, что у тебя, допустим, есть дефицит по собственному тестостерону, он не просто есть, а фактически на почечнике уже не дают тебе твой собственный тестостерон. Как вы это можете понять по признакам? Ну, конечно же, это очень сильное падение либидо. И, естественно, это там набор от лишнего веса до проблем с эндометриозом и так далее. И куча всего еще гормональных нарушений, которые как помость нежней скапливаются. И один из таких гормональных выраженных нарушений, это, конечно же, рост сахара, может быть, рост инсулина, так называемый, эмболический синдром по женскому типу развивается. Здесь тоже, повторюсь, не на фоне того, что у женщины там должен быть мужской какой-то тестостерон, и борода у тебя должна расти, да? Да, конечно. Вот. То есть, а на фоне того, что, ну, в небольшом количестве на почечнике его выбрасывают, чтобы была реабсорбция кальция, то есть, это плюс проблемы с костями. И опять же, если все эти вышеперечисленные условия есть, да, мы все равно сдаем анализы, мы не принимаем решение, какой-то тестостерон, по признакам, по каким-то, да, вышеперечисленным. Вот. И второе, конечно, это когда девушки либо готовятся на соревнования по профессиональному спорту, чаще всего это пауэллифтинг, бодибилдинг и все его фитнес-проявления. И следующее, соответственно, у нас пункт идет, это, конечно же, соответственно, когда девушка, допустим, очень медийная, у нее очень повышенные требования к себе, потому что тестостерон помогает и похудеть, быть такой подтянутой, не обязательно быть как в прошлом, соответственно, подкасте мы записывали, что типа качихи, девушка, да, привела, например, Ангелина, такой термин качихи. То есть не обязательно вот это вот качихи, есть, соответственно, такая форма тестостерона, которая не дает, допустим, или просто дозировка того же тестостерона пропионата, о котором сегодня мы видео снимаем. Если мы до физиологических, максимальных, подняли женщине дефицитной, до физиологии, просто подняли тестостерон ее, то есть она не выходит за рамки физиологии, она просто как бы на максимум, то, что должно быть от природы, на максимум включена, просто она это получает извне по причине, что сама не может синтезировать собственными напочечниками. И получается вот такая история, дорогие друзья, что девочка вроде сухонькая, поджарая, волос у нее не ломается, так как это физиология и прочее, быстро худеет, вот, но при этом вы никогда даже не подумаете, не скажете, что она применяет экзогенный тестостерон. Слушай, как интересно, ну вот, допустим, я захотела себе колоть тестостерон, я же не могу это сама сделать. Скажи, вот, как подготовиться или какие анализы нужно сдать, или кому обратиться? Ну, соответственно, в любом случае, то есть со мной или с любым другим врачом-эндокринологом, кто занимается гормонозместительной терапией, обсудить. Кто-то, конечно, против, есть у нас когорта таких врачей, кто вообще категорически против гормонозместительной терапии, вот, но, соответственно, мы прекрасно понимаем, что есть, во-первых, высокие социальные требования, на что, соответственно, многие люди идут и должны им соответствовать, те, кто в модельном бизнесе, те, кто в блогинге, сейчас это очень большая прослойка людей, а второй момент, соответственно, ну, спорт, он тоже диктует свои правила, здесь не уйдешь от этого, ну, и опять же, здоровье тоже диктует свои правила, если на почечнике, но не могут выдать, да, мы будем пробовать сначала делать БАДы, дорогие друзья, препараты какие-то и прочее, но иногда все по нулям, особенно, если были какие-то стрессорные факторы в жизни человека, что, соответственно, ну, не выдает женщине больше тецетерона, чем необходимо, вот, и, соответственно, какой момент, то есть, здесь, ну, можно посмотреть каких-то других авторов, я всегда за то, чтобы человек сравнивал, но в любом случае мы должны понимать, что любой автор, к которому вы пришли, или, соответственно, врач-эндокринолог, для женщины, в отличие от мужчин, да, вот, если у мужчины база сдачи анализов это провоактивный стадион, для женщины это прогестерон, обязательно, мы его не должны загасить в минус, иначе это проблемы с эндометрием, как минимум, начнутся, и не должны, соответственно, его провоцировать как-то в рост, вот, но с тестостероном чаще проблема в том, что мы прогестероном идем к дефицитам прогестерона, и иногда вынуждены покушать прогестерон время от времени отдельно, по мнению прогестерона его назначить, все по показаниям, все по анализам, и второй момент, это дегидротестостерон, если мы не поймали его рост, он будет постепенно увеличиваться, если мы не поймали его рост, это то, о чем мы говорили за кадром, ну, например, это повышенное волосение, девочка постоянно ходит, дергает, дергает, дергает себе волосы, и она такая думает, ну, у меня наследственность, генетика, папа там армянин, допустим, на самом деле, на самом деле, у нее просто высокий дегидротестостерон, это не отслеживает, и, соответственно, может быть, действительно генетика, а может быть, просто высокий дегидротестостерон, девочке не нужен высокий дегидротестостерон, принципиально, это изменение голоса, голос ломается, может быть, скрипотцой такой из-за высокого, из-за скачков дегидротесостерона. Это бывает происходит как у мужчин, так и у женщин происходит с возрастом, и может, соответственно, происходить из-за применения искусственного тесостерона. В основном из-за, соответственно, тех видов искусственного тесостерона, которые у нас могут, альфа-редуктаза может их распиливать. То есть это не все, так скажем, препараты, далеко не все. Но большая часть вам известных классический чистый тесостерон действительно, соответственно, превращается в часть его, часть вещества, только часть будет в дегидротесостерон, и нам будет нужно с этим бороться. Скажи, пожалуйста, а вот для мужчин и для женщин есть какие-то общие базовые анализы, которые можно сдать? Да, конечно, соответственно, здесь, так как у нас выпуска про мужчин и про женщин, есть базовая такая база, что у нас на что влияет тесостерон. То, о чем мало говорится, есть в каждой инструкции к тесостерону. Накопление натрия. Накопление натрия – это всегда повышенные сердечно-сосудистые риски, мы должны это просто исключить и периодически должны его сдавать, проверять, не накапливается ли он. Вот повышается, не повышается, тоже зависит от множества факторов, от диеты, до генетики. Потом, соответственно, изменение липопротеидов, соотношение высокой-низкой плотности, то есть по-другому хороший-плохой холестерин. Обязательно должны отслеживать. Всегда на тесостероне – это проблема. Дизлипидемия всегда есть, с этим надо смириться и надо проречивать. Вы платите, это такая плата, да, за ускорение, за ваши няшные все вот эти вот подвиги, которые вы делаете, визуальные, да, мы просто за это платим. И, конечно же, соответственно, все от D3, селена, йода, меди, калия, магния, то есть другие, соответственно, какие-то микроэлементы, витамины, периодически мы должны сдавать и проверять, нет ли у нас дефицита, потому что, естественно, тесостерон заставляет работать ваш организм быстрее, соответственно, синтезируется все быстрее, мышечная масса, может быть, у девочек так сильно и не увеличивается, но мы обязательно должны тренироваться, если мы хотим получить результат 3-4 раза в неделю минимум на курсе тесостерона. Если мы говорим о косметическом, да, мешается то же самое мужчина, в основном всех, в основном, интересует косметический эффект визуальный, то, что человек может увидеть. И тратить, даже если вы визуально не будете прибавлять мышечной массе, ваша мышечная масса, дальше и сам тесостерон запускает цикл Крепса, множество обменных сложных процессов идет, но суть в том, что вы потребляете больше, и это речь не только про пресловутый белок, а про все микроэлементы, витамины, и там тоже железо надо сдавать, ферритин, железо сывороточное, это одно из правил, кальциоинизированные обязательно. В частности, можно посмотреть мои другие видео, и в них я более подробно рассказывал, какие анализы нужно сдавать на курсе экзогенного тесостерона. Ну что, мои дорогие, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте обязательно, и да пребудет с вами здоровья! Итак, дорогие друзья, самое главное, дозировки, мы забыли о дозировках, выпуск очень затягивается. Я напоминаю для тех, кто в танке, значит, одним из источников всей моей информации являются учебники, учебники медицинские. Да, не обо какие, а академического характера. То есть, эти учебники использовались часть, либо, соответственно, в советское время и до сих пор используются, либо это какое-то навье, но тем не менее, все это используется при обучении врачей. Поэтому, соответственно, если вы хотите больше информации, понять, откуда я беру ту или иную информацию, то обязательно смотрите мои выпуски, где мы эти учебники читаем непосредственно. Ну, точнее, нейронка читает, но, в принципе, все понятно. Также, если вы решили делать самостоятельно гормонозаместительную терапию, по каким-то причинам не хотите обращаться к врачу, то, как минимум, на мой взгляд, вам нужно взять тетрадь и взять такие выпуски, как вторичный гипогонадодизм, другие выпуски. У меня вообще на канале составлено семантическое древо. Да, то есть, я про каждый препарат и анализ рассказываю подробно, ссылками на источники, на исследования. Вам нужно взять тетрадь и по видео сделать некие себе конспекты. И только после того, как вы это сделаете, соответственно, понимать, сколько вам колоть, вы поймете, что такое анамнез, в который мы, соответственно, записываем не только имеющиеся заболевания у пациента в анамнез, но у нас может и входить учет его образа жизни. Одно дело, к нам пришел человек, употребляющий анаболические стероиды, уже являющийся чемпионом мира, который на этом, возможно, зарабатывает. Это является единственным возможным его образом жизни, заработка, позиционирование себя как личности. Да, и другое дело, пришел человек, который просто хочет похудеть. И по его мнению, он посмотрел YouTube, единственный способ ему похудеть, это использовать экзогенный тестостерон. Поэтому рекомендации для этой группы разных людей будут разные. Вот, конечно, соответственно, мы всегда пытаемся прислушаться к пациенту, если речь о том, что у него снижен собственный тестостерон, если речь о том, что нам долго очень восстанавливать выработку собственного тестостерона, соответственно, или пациент психологический уже так настроен, мы всегда можем сделать легкий какой-то курс, легкий курс длиною, соответственно, 3-4 месяца делается. Иначе, если все-таки пациент ставит перед собой цель, это не только улучшение липта, да, это не только улучшение, соответственно, эрективной функции, но еще и, конечно же, это хоть какое-то устранение подкожжжевой клетчатки, снижение сахара и хоть какое-то, да, наращивание мышечной массы, то, конечно, в этом плане 3-4 месяца оправданно делать курс. При условии, что у нас не было проблем с низким ЛГФСГ, да, у нас нет ни вторичного, ни первичного гипогонадизма, потому что если он есть, есть смысл начинать работать другими препаратами, сначала не гормонозаместительной терапией. Гормонозаместительная терапия используется в том случае, когда мы поняли, что, в принципе, гипофизу карачуны, он нам ничего хорошего не выдаст. Вот, значит, в чем смысл дозировки, если вы используете слишком низкие, слишком низкие, на мой взгляд, это все, что меньше, соответственно, 100 мг. Вот Сергей Попов, соответственно, это я про 100 мг через день, да, классическая форма, как мы ставим тестостерон пропионат. Вот Сергей Попов в своем видео очень хорошо заметил, вот этот принцип из разряда минимальной дозировки, это действительно так, соответственно, когда производились все исследования, то ученые из фармкомпаний, да, соответственно, врачи все это дело исследовали и пришли к каким-то средним дозировкам. Как это появилось? То есть, во-первых, соответственно, именно 1 мл – это то количество масляного раствора, которое можно ввести и, в принципе, не получить какой-то абсцесс, какие-то шишки, да, и именно на этот 1 мл и ориентируются, и в основном под 1 мл пытаются сконцентрировать в растворе действующее вещество само. Вот если количество вводимых, да, в двое суток условно действующего вещества от стерон пропионата является оправданным, то вот, пожалуйста, через день мы его ставим. Вот. И это не я придумывал, и не Сергей Попов там придумывал, и не бодибилдеры придумали. Так было изначально. Вот. Другое дело, что, соответственно, пожилым, действительно, мы иногда ставим полкубика, но это происходит, когда уже человек настолько пожилой, что его уровень жизни соответствует этому половине кубика, там цель не набор мышечной массы, не какая-то яркая физическая активность, а просто какие-то, соответственно, хоть какие-то, потому что у него, собственно, уже это стерон, но нет, да, бывают такие пациенты пожилые, и чтобы вот он до туалета ходил, а то все, порозы не рассыпался, ну вот мы ему хотя бы полкуба ставим. Вот. Значит, когда вы ставите себе, когда ставит молодой человек, с точки зрения молодого человека, у нас в медицине молодые люди, это до 45 лет, ставят себе полкуба, мы говорим о чем? Ну, конечно, у него еще, собственно, ЛГФСГ живые, и они давятся. Но, с другой стороны, полкуба не дает значительного прироста выше физиологической нормы тестостерона ярко, да, и что мы получаем? Мы могли его, на его максимальный уровень, физиологического тестостерона, мы можем и так вывести, в принципе, среднестатистического пациента, не с отягощенным анамнезом какими-то серьезными заболеваниями, да, вот, мы можем вывести и так на его физиологическую, максимальные физиологические значения, ну, большинство людей. То есть, там какие-то цифры, даже если вы скажете, ой, там полкуба, это чуть больше, чем физиологические, да, цифры, ну, окей, чуть больше, но там небольшая разница. И, соответственно, это неоправданно ради этого, соответственно, гасить себе гипофизарные гормоны, понимаете, вы вмешиваетесь не просто в гормоны, а по итогу вы напрямую влияете на гормоны гипофиза, которые на минуточку, это вообще гипофиза в мозге находится, это такая важная штука, на самом деле, мозг. Вот, и то, как там все это работает. Поэтому мы говорим о том, что гормоны – это серьезно, об этом нужно помнить, о том, что стероиды там вредят, и об этом нужно помнить и так далее. То есть, это обоюдовострый меч. Это не значит никому никогда, но если вы этим занимаетесь, заниматься этим нужно серьезно, дорогие друзья. Берегите себя, берегите собственное здоровье. Понимаете, то, кто как, что будет колоть, ну, на самом деле, как бы сугубо личное дело каждого. И, ну, мы этим говорим, да, и занимаемся просто по причине того, что в первую очередь мы очень любим то, что делаем, да, и как бы ни Сергей Попов, ни я, ну, понимаете, нам по большому счету наплевать. Мы так ярко в некоторых видео на это реагируем, просто, ну, по той причине, что мы на это всю жизнь потратили, понимаете. И мы так давно в этом. И когда кто-то с нами вот начинает спорить, это, знаете, как выглядит. Ну, типа, вот я сейчас подойду к электрику и начну электрику рассказывать, как ему электричество чинить. Ну, это неправильно. И приведу пример, да, вот человек, который спорил со всеми, он прям, вот, пациент пришел и каялся мне просто на консультацию. Он, значит, приходит, он рассказывает, он там посмотрел, не буду называть имя блогера, назовем его дядя Васей, короче. Дядя Вася, который дикий качок, но нигде не выступал, естественно. Дикий качок, ну, наверное, для обывателя он очень такой водяной товарищ, очень водяной, но тоже снимает видео там, соответственно, про анаболические стероиды, я так понял, в основном известен в инстаграме каким-то образом. Вот. И дядя Вася, он берет консультацию дяди Васи, и дядя Вася ему говорит, коли 5 кубов тостерон пропионата. И по итогу человек приходит с огромным количеством ароматазы. А мы с Сергеем Поповым как раз вот снимали видео недавно. Те, кто не видели наши видео, обязательно посмотрите все. Там говорилось, соответственно, что, Сережа правильно заметил, что чем короче вещество, тем больше будет ароматаза, да, работать ярче, быстрее просто будет срабатывать, потому что период пика тестостерона короче выведение, ну, вообще срабатывание вещества короче. И все биохимические, большинство, точнее, биохимических реакций, которые с ним происходят, ну, уж ароматизация точно в этот список входит, она, естественно, быстрее происходит. Таким образом, если вы по итогу в течение двух месяцев колите там тестостерону Даканаат или тестостерон Спионат и сравнивать его с тестостеронопропионатом, то в течение месяца мы можем заметить, что эстрогены, мы гораздо быстрее наберем больше лишнего эстрогена с тестостеронопропионата именно. Хотя старая гвардия даже бодибилдеров утверждала, что это по-другому. Но сейчас даже эмпирическим путем мы в этом убедились. И все профессионалы это знают. Вот он, пожалуйста, Сергей Попов это известная личность бодибилдинга и пауэрлифтинга. И если уж говорить о том, что я дрифь, да, и не разбираюсь в каких-то суперспортивных вещах, там уровень области это очень слабо по пауэрлифтингу и бодибилдингу, то вот вам, пожалуйста, уровень России и мира Сергей Попов, который, соответственно, придерживается того же мнения. Вот. Это если рассматривать чисто с призмы спорта, да, но как врач клинический, естественно, даже просто вот собственный опыт клинический рассматривать, я тоже с ним в этом утверждении согласен. На тостроенпропионате у людей взлетают эстрогены быстрее гораздо. И по итогу, раз они быстрее взлетают, то накапливаться их будет быстрее, да, больше. Ну, накопление будет больше, если мы среднюю цифру какую-то за месяц-два там получаем. Вот, дорогие друзья, поэтому, в общем-то, колите себе 100 миллиграмм, если уж решили колоть действующего вещества, это 1 миллилитр тостроенпропионата через день. И если вы новичок, не выдумывайте ничего. А если вы профессионал, то вас либо ведет врач, либо вы сами настолько офигенный, выступающий, какой-нибудь чемпион мира, да, ну, хотя бы чемпион России, то тогда вам это видео и не нужно было, и сами все это знаете. Вот, как с этим работать. И если, я встречал профессионалов, кто использовал большие дозировки, у меня был товарищ, что такое большие дозировки тостроенпропионата. Ну, вот у меня товарищ колол 150 миллиграмм через день. Он выступал, значит, в Таиланде. Это когда я, соответственно, вот пытался там вести свою деятельность немножко. И, соответственно, вот он уступал тогда в Таиланде, в Мэнсфизик, и тысячу долларов ему платили за это. И он, там у него, конечно, еще коктейльчик препаратов был такой нехилый. Но очень прекрасно он со всем этим справлялся. Там были ангибиторы ароматазы, там был мастерон, который все-таки позитивно влияет на ароматазу, там был Балденон, который тоже позитивно влияет на, соответственно, ароматизацию. Позитивно в каком плане? Меньше эстрогенов. Не просто меньше эстрогенов, еще и за счет мастерона вот эта вот жидкость, которая у нас накапливается, ее меньше из эстрогенов. Почему жидкости меньше, как работает мастерон, я, кому интересно, снимал выпуски про рак груди, как рак груди лечит мастерон. Кому интересно, обязательно посмотрите интересный выпуск. Дорогие друзья, наверное, пора прощаться. Я сказал все, что хотел. Подписывайтесь на канал. Да пребудет с вами здоровье. Пожалуйста, берегите свое здоровье и своих близких. Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров